Фестиваль весны «Звенящая копель» впервые собрал юные таланты в 1995 году. С тех пор он стал одним из самых ярких проектов «Нефтеграда». С каждым годом растет число одаренных детей и талантливых подростков, как и количество зрителей и болельщиков. В этом юбилейном году в конкурсе участвовали 400 ребят. Мне очень нравится участвовать в конкурсах. Я люблю, когда я побеждаю и люблю, когда занимаю места. Я буду песню петь о счастье. Каждый раз этот конкурс проходит с большим успехом. И я получаю много эмоций, выступая здесь. Группе «Дансленд» 5 лет. Ее участницы уже добились признания. В молодежном фестивале «Созвездие Илдузло» они стали третьими. А в Санкт-Петербурге на конкурсе «Танцевальная волна» они заняли первое место. Такие концерты дают нам веру в себя, уверенность и успех. Это жизнь, где мы показываем свои эмоции, мы выражаем себя этим. Для нас танцы как бы все. Для других юных артистов участие в конкурсе «Извиняющая копель» становится первым серьезным опытом. Нам очень нравится выступать на концерте «Извиняющая копель». Ну, во-первых, награды, победы, ты станешь известным. Дипломы. Дипломы. Ну, что все будут на нас смотреть, как там улыбаться, смеяться, что мы такие смешные, с животиками разными. То розовые, зеленые, оранжевые, голубые. Еще все хлопать будут, нам нравится это больше всего. «Извиняющая копель» тесно сотрудничает с фондом духовного возрождения «Рухия». Конкурс является первым отборочным этапом регионального фестиваля «Страна поющего соловья». Благодаря нашим талантливым педагогам вырастают такие ребята. И пусть они не все становятся артистами, самое главное, что они находят себя в жизни. Я желаю этому фестивалю долгой жизни, процветания. И я думаю, что это все будет, потому что талантливые дети – это наше будущее и будущее нашей культуры. С юными талантами занимаются профессионалы. Они работают с детьми в жанре вокала, конферанции и хореографии. Успехи у них большие, то есть за год дети выросли за первый, за второй год у них еще больше успеха и нам есть еще к чему стремиться. Хотим победить, поразить всех своим умением танцевать, чтобы все прошло и весело, и красиво. На протяжении 20 лет звенящая копель зажигает новые звездочки. На сцене Центра детско-юношеского творчества когда-то блистались совсем юные Мунир Рахмаев, Луиза Якопова, Гульшат Хамурзина и солисты хореографических коллективов «Настроение» «Эльмэттем». Возможно, и нынешние участники конкурса когда-нибудь станут известны далеко за пределами Альметьевска. Алсуга Таулина, Николай Быков, Альметьевс ТВ